Василий Грицюк купил квартиру на улице Быстринска еще в 2008 году. По стечению обстоятельств из страны пришлось уехать на три года. Квартиру доверил другу семьи. После того, как возвратился я в Сургут, выявилось, что эта квартира, которая нам принадлежит, она не является нашей, уже не является собственником. После того, я обратился в правоохранительные органы. Я эту квартиру не продавал, никакие, не писал, ни под такими документами не подписывался. То есть, я понимаю, что эта квартира продана была без меня, без моего участия. Как выяснилось, продажа квартиры прошла по поддельным паспортам собственников. Более того, имущество уже успели перепродать. Сегодня Василий пытается вернуть квартиру с помощью адвокатов. Обращение в полицию обернулось для сургутянина новыми проблемами. Спустя некоторое время, после того, как он написал заявление в правоохранительные органы, к нему по адресу регистрации, где он сейчас проживает, приехали неизвестные люди, двое человек, и начали ему говорить о том, что ему необходимо забрать заявление из органов полиции. То есть, стали угрожать. В ходе доследственной проверки полицейскими установлен факт незаконной перерегистрации квартиры. Ведется работа по возбуждению уголовного дела по 4 части 159 статьи Уголовного кодекса. Стражи порядка отмечают, что это не единичный случай. Зачастую злоумышленники пользуются доверчивостью граждан, что усложняет расследование подобных конфликтов. Гражданам бы я порекомендовал бы особо внимательно относиться к месту нахождения своих документов на жилое имущество, а также непосредственно аккуратно выдавать доверенности на проведение тех или иных регистрационных действий. Наталья Бабушкина, Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.